Юрген, сегодня вы отлично поработали. Перед матчем вы говорили о том, как сильно хотите сыграть в европейском турнире. Насколько этот матч оправдал ваши ожидания? Практически на сто процентов. Это была блестящая игра. Захватывающий интересный матч. Сегодня примерно на 10-15 минут мы потеряли контроль над ходом встречи. Мы потеряли компактность, из-за чего пропустили голы. Мы увлеклись и начали играть слишком сложно. Наша защита сместилась слишком глубоко, а полузащита стала пропускать больше атак соперников. Наши соперники воспользовались этой возможностью. И забили два гола. В такие моменты исход встречи может быть решен. Но сегодня это не произошло. Мы смогли приспособиться, и в итоге у нас получилось отыграться. Мы показали очень хороший футбол. Забили два отличных гола и победили в этой игре. Думаю, что все и так об этом знали. Милан вошел в эту группу из четвертой корзины. Это очень забавно. В нашей группе собрались очень качественные команды. Мы рады сегодняшней победе. Ведь в такой группе мы должны бороться за каждое очко. Естественно, результат этого матча крайне важен. Но что вы скажете о важности предоставления игрового времени вашим футболистам? Да, это очень важно. Уверен, что многие, кто видели, как разминается Вирджил Ван Дейк, задались вопросом, почему он не вышел в составе. Но все же в такие моменты мы должны быть разумными. У нас есть три футболиста, которые играют в защите, и которые оправились от травм. И сейчас мы не можем ими рисковать. Даже если они в хорошей форме, их нужно поберечь. В остальном особых изменений не произошло. Наби Кейтат играл уже два или три матча. Хэнда выходил в стартовом составе в прошлом поединке. Так что было понятно, что сегодня он также появится. Оба сыграли потрясающе. То же самое могу сказать про Фабинио. Еще хочу отметить Дива Каориги. Люди быстро забывают футболистов. Но это потрясающий игрок. Нужно понимать, что попасть в стартовый состав очень сложно. Естественно, от высокой конкуренции футболистам не становится легче. Но он отличный парень. И я рад тому, как он выступил.